Решение о проведении единого дня приема граждан было вынесено на одном из заседаний Всероссийской партии «Единая Россия». В Конаково было определено два места. В районной администрации прием вела Надежда Егорова, а в городской – Валерий Максимов, Олег Шаталов и Александр Фигурин. Здесь проводят прием Максимов, я являюсь главой города Конаково и заместителем председателя полицовета партии «Единая Россия» в Конаковском районе. Председателем является Надежда Егорова. Проводит прием Шаталов Олег Вячеславович, он является членом полицовета партии «Единая Россия» и главой администрации города Конаково. Фигурин Александр Анатольевич, он тоже является членом полицовета партии «Единая Россия» и председателем депутата совета города Конаково, руководителем фар-акции партии «Полицейская единая Россия» в совете депутата города Конаково и председателем комитета по бюджету налогов. Собрать постарались именно тех представителей власти, кто сможет наиболее эффективно помочь в решении проблем горожан. Многие вопросы на приеме касались благоустройства городских улиц и дворов. Так будет рассмотрена просьба жителей дома 18 по улице Энергетиков сделать парковку. А младые мамы с улицы Александровка ждут благоустройства берега Донховки. В бюджете деньги уже заложены, так что в 2016 берег преобразится. Жительницы 18 дома по улице Строителя пришли на прием в основном со словами благодарности, но и небольшую просьбу озвучили. Напротив 18 дома нам надо сделать тротуарчик, потому что когда выходите из тележки, приходится переходить здесь дорогу и обратно идти по переходу. А тут прям рядышком, прям вышли и по переходу. Нам нужен тротуар-то. Ответ глава города дал незамедлительно, ведь этот участок на улице Строителя уже приводят в порядок. До этого у детского сада «Солнышко» была хозяйственная постелька, которая выступала чуть ли не на проезжую часть. И это не позволяло сделать в том числе и тротуар. Но это все равно стояло в общем плане благоустройства улицы Строителей. В этом году наши коммунальщики сумели договориться и нам разрешили часть здания отрезать, тем самым создав место для того, чтобы сделать там тротуар. Но просто ввиду всяких причин это было сделано только к осени этого года и уже работы по тротуару не были в плане. Поэтому тротуар не был выполнен. И тротуар будет выполнен в втором, третьем квартале следующего года. То есть когда будет хорошая погода, тротуар там будет выполнен. Представителям партии «Единая Россия» обратилась молодая конаковская семья с просьбой о предоставлении жилья. Глава города ответил, что в 2016 году муниципалитет примет участие в программе, которая позволит осуществить мечту молодых. Обратились также жители железнодорожного переулка с жалобой, что их двор обделили детскими площадками. Уже в следующем году игровая зона для детей будет установлена.